Наш город с тысячелетней историей имеет поистине богатую культуру. Прямое тому доказательство археологический музей Бересте, в котором хранится первый-единственный букварь 13-14 веков, Самшитовый гребень, Магдебургское право, первая в Беларуси типография, а также монетный двор. И на этом список города-первооткрывателя с многовековыми легендами не заканчивается. Каждому из нас думается, что наш город Брест представлен культурной столицей Содружества только из-за того, что у нас будет в ближайшее время тысячелетия, то в принципе это далеко не так, потому что наш город Брест достаточно очень уникальный город. Он в свое время был и разрушен, и восстановлен. В рамках тысячелетия будет множество мероприятий происходить, но именно это мероприятие, это тоже показывает, что у нас на самом деле есть соединение культур, религий, традиций и, соответственно, это уникальные черты нашего любимого, хорошего, комфортного города Бреста. Международный фестиваль «Январские музыкальные вечера» и театральный фестиваль «Белая вежа», конкурс пианистов имени Святослава Рихтера и многое другое. На протяжении 2019 года наш город будет воплощать череду творческих проектов. Ясно одно – Брещанам скучать точно не придется. Всего администрации областного центра запланировано порядка двух тысяч мероприятий. Из них 34 имеют статус международных, которые уже с успехом реализовываются в наступившем году в рамках всех праздничных событий города. Главная задача – достойно и максимально организованно провести задуманное. А уже совсем скоро, 5 апреля, жители смогут посетить открытие концерта в честь присвоения статуса Бресту культурной столице СНГ-2019. Программа праздника яркая и насыщенная. Артисты из Азербайджана, Армении, Украины, Туркменистана, России и других уголков мира продемонстрируют не только вокальные, но и хореографические номера. В Виктории я делал очень много мероприятий вместе с своими коллегами, с нашим отделом культуры, управлением культуры. Но оно здесь немножко имеет такой другой характер, другую направленность. Во-первых, это год тысячелетия Бреста. Во-первых, это 75-летие освобождения Белоруссии. Вот. Поэтому такие два знаковых события. И мы не могли это не отразить в нашем сценарном плане, в сценарной работе над программой. Все шоу. Это будет, можно так назвать, шоу. Потому что то, что в афишах читают наши брещане, они видят только лишь имена. И это не просто зрители придут на концерт, сядут и смотреть и так далее. Вот. Понимаете, самое главное, что, наверное, вам интересно журналистам, да и жителям нашего города, вы представьте себе, артистов будут принимать участие более 950. Необходимо подчеркнуть, что логотип культурной столицы уже есть и активно используется на различных уличных установках города. Он олицетворяет символ любви, радости, гостеприимства и праздника. Такое художественное оформление напоминает жителям о воплощении в ближайшие месяцы самых масштабных проектов хореографического фестиваля, конкурса детского экслибриса, уличного парада оркестра, фестиваля театров и книг. Именно международный уровень таких мероприятий сможет полностью отразить и напомнить городу над Богом о колоритной культуре других стран. Мероприятия, которые будут вестись в этот год, они все будут, многие, носить международный характер. Это большая ответственность, это нужно своими силами, привлеченными силами сделать мероприятие на высоком уровне. И вот сейчас, когда мы открываем культурную столицу с 4 по 6 апреля, когда к нам уже приезжает такое большое количество представителей 11 стран СНГ, мы видим, как же это сложно. Мы уже полгода назад начали репетиции нашей культурной столицы, репетиции галоконцерта. Такие праздники очередной раз покажут и докажут жителям города, что культура не имеет границ, у каждой своя изюминка. Поэтому важно объединяться, поддерживать и помогать людям других стран. А что касается закрытия культурной столицы, то оно ожидается в конце декабря этого года. И начнется с фильма о том, как Брест развивался и усовершенствовался, благодаря проведенным многочисленным мероприятиям. Продолжение следует...